И, коллега, ну а я, придя сюда, на юбилей Фреда, я вспомнил, что мы с ним можем вспомнить еще две юбилеи. Примерно 50 лет тому назад мы с ним познакомились. Познакомились в экспедиции. В экспедиции на 7000. Это была группа корабелов, четыре молодых, симпатичных парня, здоровых, стремящихся корабелов. Там уже четыре было. Ну, у нас да ты еще был. Нет, ну я же не с вашей группой, я же был как бы сбоку. Не спой, туник. Нет, нет. Вот. Ну и вот все, кто, мы с ним знакомы. Полсо три лет. И за это время, это было первое приятное знакомство. И оно с каждым разом становилось все приятнее, все интереснее и все более ценно и удобнее. За это время я и моя семья не менее малочисленная, чем здесь. Мы узнали Фреда как и ученого, блестящего инженера, и как блестящего, хорошего альпиниста, вокруг которого всегда группировалась замечательная группа людей. Экспедиции, которые всегда любили с ним ездить, потому что это был отзывчивый, строгий воспитатель, но всегда, так сказать, понимающий каждого, кто в его экспедиции. За это время мы его узнали и как покорителя Арктики, и как прочниста. Вот сейчас он, это прочно выглядит, весьма прочно выглядит. За исключением тех взъянов. Труды которого, они сейчас плавают и по воде, и под водой. И он провожил к этому руку. Но самое главное, и здесь, куда мы с вами приехали, и на той стороне, где Акриан, которую мы оставили, которую мы покинули, Многие друзья, знакомые, которые общались с вами, которые его знали, они ценят и его доброту, и его помощь, и его честность, хорошее отношение. И нам остается пожелать долгих лет жизни, чтобы мы могли встречаться еще много раз, и поздравлять тебя, и быть рядом с тобой. Ну, Паша, я до следующего юбилея, да? Всегда. Фред, миленький, у меня короткий, за самого надежного друга, человека. В наши годы каждый год юбилей, а у некоторых, у некоторых даже и по два юбилея можно делать. Так что, Боречка, все тоже каждый год. Это не Боря, тоже у нас кислою. Боря, тоже у нас кислою.